Несмотря на принадлежность к не самому приятному змеиному роду, уж является одним из самых безобидных его представителей. Этот вид змей не представляет опасности для человека и даже оказывает ему помощь в борьбе с мышами и крысами. Обитает уже практически повсеместно в Европе, Азии, на американских континентах и даже в Австралии. Приветствуем, с вами канал Узнавай и сегодня мы расскажем интересные факты о ужах. Существует 4 вида ужей, самыми распространенными в России являются водяной и обыкновенный уж. Отличительная черта обыкновенного ужа особо отметен желтого или оранжевого цвета на голове. Вид гадюковый уж своим окрасом и рисунком на коже практически не отличается от этой опасной змеи. Размеры ужа могут быть различными. Самые маленькие особи едва достигают 10 сантиметров. Гиганты же вырастают свыше 3 метров в длину. Эти змеи не имеют яда, кусаются очень редко и без какого-либо вреда для человека. В случае опасности ужи притворяются мертвыми или спасаются бегством, выделяя плохо пахнущую жидкость из специальных желез на теле. Ужи живут преимущественно во влажных местах у водоемов, однако некоторые предпочитают пустынные и засушливые зоны. Основу рациона ужеобразных составляют лягушки, ящерицы, мелкие грузуны и рыба. Свою жертву уже не убивают, а проглатывают живьем. Этот процесс может составлять несколько часов, если добыча достаточно крупная. Ужи способны длительное время обходиться без пищи, но наличие воды для этих присмыкающихся жизненно важно. Эти змеи хорошо плавают и могут очень долго находиться под водой. Ужи способны лазить по деревьям и преодолевать разные преграды. Наибольшую активность ужи проявляют в дневное время суток, а ночью они практически не двигаются. Яйца ужей восприимчивы к условиям окружающей среды, поэтому самка откладывает их в сохраняющие тепло и влагу места, куча листьев, веток, навоза и норы. В холодное время года ужи впадают в спячку, которая может продолжаться до 8 месяцев. Известны случаи, когда змейки приручались человеком и верно служили своему хозяину, уничтожая вредителей. В природных условиях продолжительность жизни ужа может сильно варьироваться. Дело в том, что по причине большого количества врагов у ужа, они редко когда доживают до старости, однако в зоопарках ужи в среднем доживают до 20 лет. Мы крайне не рекомендуем даже пытаться ловить ужа, ведь его также частенько можно спутать с другой змеей, гадюкой, которая отнюдь не безвредная, а наоборот ядовитая и очень даже опасная. Уже уникальные змеи, которые населяют практически каждый материк. Они многочисленны и в целом их популяция не вызывает беспокойства у зоозащитников. У нас на этом все, дописывайте другие интересные факты в комментариях, будем рады если подпишетесь на канал, поставите лайки и нажмете на колокольчик. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!